Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 тестирования по передипломам заверено нотариально и две фотографии, трудовых у вас как бы нет еще далее вы проходите собеседование собеседование, уважаемые друзья тоже процедура очень ответственная и здесь нам надо будет обратить внимание на содержание объявлений о комплексе то есть когда вы читаете объявление, допустим, объявление на занятии в академии специалиста в скобках есть требования по образованию и функциональные обязанности то есть вы уже считаете, чем будете заниматься и как раз такие собеседования построены на тех вопросах которые определяют суть этой специальности этой должности для того, чтобы у каждого из вас было равное право, каждому кандидату задается одинаковое количество вопросов раньше у нас, коллеги, как было мы могли задать, допустим, одному кандидату три вопроса, другому пять а сегодня законом предусмотрено что каждому кандидату задается одинаковое количество вопросов кроме того, процедура собеседования записывается на видеозапись и обязательное участие наблюдателей как мы говорим, независимые эксперты все это придает открытость и продажность к конкурсному решению если завтра вы не согласны с решением конкурсной комиссии вы можете к нам обратиться и мы проведем проверку материалы, это будет видеозапись и ваши ответы и мы можем дать оценку работе в конкурсной комиссии насколько она сегодня объективна далее после собеседования конкурсная комиссия принимает решение о рекомендации кого-либо на ту или на ту должность и если же конкурсная комиссия примет решение не в пользу вас уважаемые друзья это не повод для расстройства это не повод для каких-то выводов возможно, вы плохо подготовились те обращения, которые мы рассматриваем и, допустим, эти видеозаписи мы видим, что иногда как раз-таки не всегда правильная подготовка не всегда конкретные ответы являются как раз-таки основанием того или иного кадрового решения если вы будете заинтересованы показать свои знания сегодня есть интернет вы можете зайти на сайт этого бус-органа где идет конкурс почитать положение об этом бус-органе какие программы они реализуют какие задачи они функционируют и, соответственно, ваш кругозор от этого только лишь увеличится далее, уважаемые друзья сегодня также есть много у нас направлений как мы говорим практика молодежная после получения диплома вы можете встать на учет в центре занятости и в центре занятости вас направит любой бус-орган на молодежью практику от 6 до 1 года за это время вы набираете также опыт это не является бус-службой но у вас возникает первичный трудовой опыт кроме того, получаете зарплату у нас в этом году порядка 150 молодых ребят допустим, в ВУЗе были трудоустроены как раз и грамм в младшей практике и, соответственно, они уже понимают работу гус-органа снутри и в дальнейшем у них появляются более глубокие знания сегодня делается очень много и для развития села допустим, программы с дипломом села сегодня, как желающий допустим, в виде образования тут же учитель либо врач если он поедет работать в сельскую школу им будут размещаться расходы как на подъемные так и на приобретение жилья поэтому, уважаемые друзья уважаемые студенты я понимаю, что сегодня у вас уже такое настроение как бы радостное, да, феерично потому что диплом как бы у вас уже без пяти минут остался ряд экзаменов и дипломных но вы сегодня для себя должны делать выбор куда и где вы хотите работать какие допускают ошибки наши студенты как правило получив диплом не могут добродиться с выбором работы пытаются устроиться в такую же сферу банка в частном порядке и тому подобное не всегда это получается потому что требования везде есть разные допустим, в банковской сфере требуется от месяца до трех стажировка бесплатная получается бесплатная работа в этом учреждении то есть вы не должны делать время вы можете спокойно пройти тестирование и наряду с поиском работы в частной сфере вы можете участвовать в конкурсах я вам расскажу пару примеров когда именно ребята с вузов допустим в нашем департаменте пройдя успешно практику молодежную поступив на облуслужбу на должность специалистов главных сегодня возглавляет ряд учреждений это на самом деле и вполне это объективно и самое главное заслуженно сегодня когда мы говорим о поступлении на облуслужбу мы говорим о принципе лидократии это означает что сегодня любое кадровое решение в отношении специалистов должно приниматься на основе его личных доступов а что такое госслужба уважаемые друзья во-первых это стабильность во-вторых это истинный патриотизм потому что вы работая в госаппарате вы приносите пользу прежде всего нашему государству нашему обществу потому что как раз таки в госурган наши граждане обращаются за помощью за решение каких-либо проблем и конечно вы должны быть настроены патриотически сегодня мы говорим о том что каждый желающий сегодня может построить карьеру свою но построить карьеру мы говорим в смысле позитивно так благодаря последним изменениям законного госслужбе любое назначение на дождь вышестоящую допускается только при наличии стажа на дождь нижестоящей допустим у нас сегодня самая нижняя дождь является ведущий специалист поступив на дождь ведущего специалиста проработав год только тогда вы можете издавать предположим на главном специалиста если условно формируем по образованию и так далее далее руководителя отдела руководителя управления и так далее то есть если просять аналогию уважаемые друзья допустим специалисты наших кузов то не каждый выпускник кузова может стать завкафедрой деканом пока не проработает предположим научным сотрудником кандидатскую защитит завкафедрой и так далее то сегодня это система в сфере госслужбы которая гарантирует поступательное развитие с учетом приобретения ваших новых навыков и знаний вы должны понимать что получите диплом вы не можете сразу стать руководителем потому что у вас нет ни опыта ни стажа но не за выдущие вы спокойно можете покорить и получить какие-то личные знания что касается ребят которые сегодня находятся допустим проживают в сельской местности в районах и в райцентрах тоже ребята не надо стесняться вы можете начать карьеру спокойно и в Акимате села в аппарате киморайона либо в отделе там требования еще как бы проще если на областном уровне на ряд категорий требуется стаж то на районном уровне стаж не требуется практически большинство вакансий у нас сегодня в области порядка 500 вакансий ребят и процентов где-то 40 это вакансии на сельском районном уровне это главные специалисты как раз таки это те категории которые вы сегодня можете претендовать повторюсь когда мы говорим о карьерной модели мы говорим о том что с каждым днем пребывания на обслужбе вы получаете не только жизненный опыт но и навыки и сегодня мы видим когда наши молодые ребята успешно проработав на уровне сельского округа районного уровня сегодня трудятся в областном управлении департаментов а также в министерствах поэтому уважаемые друзья повторюсь нет никаких у вас ограничений при желании вы можете составить допустим через ваших кураторов через вашу старость список ваших визиональных данных с телефонами после окончания вуза можете к нам подойти и вам предметно расскажем в каком госоргане сейчас есть вакансия в каком госоргане сегодня идет конкурс то есть если вы будете в этом заинтересованы мы вам всегда только в этом поможем и я вам что могу пожелать успехов в сдаче ваших экзаменов успехов в выборе профессии ну и конечно успехов в работе не важно пускай это будет частная сфера пускай это будет госаппарат по благо нашей страны по благо нашего региона я готов ответить на ваши вопросы пожалуйста так правый человек у нас спит да надо разбудить пожалуйста пожалуйста запишите пожалуйста телефоны телефоны мы дадим вам все это 5181-98 5181-98 5181-32 находимся мы по Абая-87 в здании административного комплекса на третьем этаже готовы вас занимать любое время да какое вам удобное так здесь у нас сидят вот юристы да аграрные специальности финансисты сидят и юристы есть специальности пожалуйста вопрос вот вот у нас действительно много студентов что на расширку на одной службе обязательно надо иметься на полных тогда сейчас такого нету да везде камера везде камера да там только тестированные да совершенно совершенно все это открыто прозрачно демократично получив сертификат а сдача теста вы можете уже претендовать на локацию государственной работы пожалуйста соцпакет уже она перестанет соцпакет да уважаемые друзья ну конечно лучшей мотивацией поступления является наличие достойной дародной платы и конечно мы не исключением сегодня у нас есть система плата труда которая в течение года будет изменена допустим основной постулат нашей дародной платы чем больше стаж тем больше дародная плата ну с учетом того что у вас не положим стажа нет пока да базовая это будет порядка 65 тысяч но уважаемые друзья я могу сказать что это не догма сегодня разработан проект указа о новой степле труда он увязан с работой каждого служащего ну вот допустим давайте так обсуждать даже на примере группы которые есть в ВУЗе все студенты разные все мы личности все мы неординарные да и так далее и конечно оценка в отношении нас тоже может быть разная и когда наши после случая получают зародную плату одинаково соответственно это вызывает наверное какой-то диссонанс какие-то противоречия внутри нас как бы я работаю лучше чем он да а получаем мы одинаково то есть мы говорим о может быть неправильной мотивации поэтому сегодня проект указа об изменении об изменении систем был тогда уже разработан основная суть его в том что в отношении каждого служащего будет проводиться оценка ежемесячно по достижению конкретных индикаторов и если будет доказано что служащий работает более эффективно чем его коллега по цеху то зародная плата у него будет отличаться гораздо больше чем у него процент соотношения то есть этим самым мы вас заинтересовываем на эффективную работу на оперативную работу на качественную работу но допустим сегодня взять к примеру сельскохозяйство недавно была уборка многие были кто поспешались на этой уборке и понимают что можно взять двух комбайнеров дать два комбайна но каждый заработал по-разному кто сделал больше на молод соответственно у того будет больше зарплаты а от чего это зависит во-первых это зависит от отношения комбайнера предположим техники так от его личных амбиций и желаний кто-то может быть смотрит дождь не работает кто-то поймал окошко и вышел в поле и получается что два абсолютно молодых человека предположим работа на комбайнах одинаково в комбайнах получают абсолютно разную плату потому что каждый по-разному заинтересован и сегодня мы это хотим тоже принести на нашу службу чтобы каждый получал именно то что он заработал и я думаю это будет отличная мотивация для того чтобы вы работали более эффективно кроме того сегодня каждый госслужащий имеет право на получение отпуска до 30 дней календарных а субботой пособие для оздоровления в размере двух должных окладов также у нас есть бесплатное лечение это прикрепление к спецпомплинике ну и самое главное ребята то что у вас есть еще возможность поступления на дополнительное образование высшее послевузовское бесплатное либо в академию госуправления либо по программе Булашак у кого-то есть знакомые кто учится по программе Булашак печально ну наверное вы наслышали мои коллеги будущие коллеги что за последние 15-20 лет порядка 15 тысяч наших ребят получили образование за пределами страны все они вернулись и сегодня работают во многих госуровинах что такое Булашак Булашак это возможность получения бесплатного образования в лучших узлах мира Соединенные Штаты Америки Европы Азии и так далее представляют возможности для вашего обучения какое главное условие для поступления друзья мои желание и улучшенные знания как я говорю по языку английскому тоже есть много стереотипов потому что по Булашаку поступить невозможно но я хочу сказать пример который касается нашего департамента год назад у нас работал молодой человек выпускник другого вуза наш парень Кукштадский Ануар он из простой семьи у него родители служащие сам он тоже уже служащий но у него было желание спеть по Булашаку и когда он об этом говорил он говорит что я этого добьюсь и оказывается он после работы ходил на курсы институтных языков занимался дополнительно занимался это никому не говоря мы допустим ходим после работы какого же волейбол он не приходит оказывается он ходит на язык английский три месяца позанимался и приходит к нам в декабре и говорит Бергейл Маратович я хочу написать заявление на отпуск я какой отпуск пройден конец года он говорит на учебный я говорю куда поступил я поступил по Булашаку сегодня учится он где? в Лондоне он сегодня учится в Лондоне элементарно было желание поступить подучил английский язык и сегодня учится в Лондоне недавно я был в командировке в Буладинском районе есть? с района Буладинского знаете где это находится? в Буладинском районе есть? Макенко есть? знаете где это находится? в Лондоне вот есть там сельскохор кажется в Вознесеновке да? да да вот у Акима села дочь поступила в том году по Булашаку и учится в Германии смотрите да Макенко да? и Германия тоже безняков было только было желание вот сегодня ребята кто из вас в аудитории говорит свободно на языке либо английском либо немецком вот Зарина Зарина вот твои сидя же и неатусы на английском как? ну вот два человека а вот кто из вас может предположить вот вас направят в командировку в ВУЗ да? представить КГУ допустим на арене международной допустим в Англии в Европе и тому подобное сможете вы сделать презентацию кто вы и откуда вы? не может да? сможет конечно сможет ну почему-то руки не поднимаете но это прекрасно я вот опять же коллеге скажу своего опыта в будущей командировке за пределами страны у меня был доклад допустим да? на английском языке к своему суду я не мог его прочитать потому что мои базовые знания по школе да? а потом приобретенные по ВУЗу конечно не хватало для восприятия дикции того доклада а потом конечно ко мне пришли ребята коллеги которые могли спокойно говорить вот они сказали такую обновленную вещь только из-за того что вы выступаете на таком языке на их языке да? как говорится на языке международного общения английском формируется мнение о нас вот сегодня многие ребята которые учатся по Балшаку они формируют позитивное мнение о нашем предостании о каждом из нас вот я привел пример допустим по маркингу это вполне допустимо поэтому у вас сейчас много времени получите свой английский немецкий кто был на экспо? ну приятно было когда молодые ребята волонтеры спокойно не напрягаясь объясняли для чего сделано экспо какова суть его какие инновации наши доноси вот у меня ребенок кто поехал она учится в школьной в Азербайджанской девятикрасницей и спокойно общалась она с теми же корейцами на английском языке с теми же допустим французами и у них сразу возникает ассоциации ну как бы дети спокойно понимают и говорят может быть уровень конечно не такой как у них но уже есть позитив и я уверен допустим сегодня и говорит об этом глава государства что три единства языков родной язык русский английский это условия успешной карьеры и это все ребята в ваших руках а порой мы где-то говорим что нам не хватит времени где-то мы ленимся а поверьте вот сегодня допустим мне 38 лет я закончил вуз 18 лет назад и я могу сказать что этот период прошел очень быстро это вот не было буквально это было буквально вчера а мы иногда эти вещи не понимаем иногда упрощаем читаем что-то можно сделать завтра после завтра а в итоге же спец проходит и я по себе слушаю если я говорил на языке английском может быть чуть хуже чем на русском может быть я корея слушал по-другому будучи за границу я вижу что базовый английский на входе того же аэропорта либо цены в магазине это тот минимум который сегодня уже недостаточно поэтому ребята занимайтесь обучайтесь это ваша рука сегодня мы должны говорить о том что у нас в Астане есть академия госуправления это тоже высшее учебное заведение а также занимайтесь обучением госслужащих то есть посвят на госслужбу проработав какой-то период там нехладим стаж работают допустим от года до двух вы можете поступить в академию где у вас сохраняется место работы по месту работы вы два года учитесь в Астане живете в общежитии получаетесь тем беднее как ваша работная плата кроме того вы проходите жировку также за границей и академия госуправления дает такие же знания допустим как на уровне Боошака и самое главное что обучение как по Боошаку и как по Академии это также записывается в ваш трудовой стаж я думаю это привлекательно ребята проучившие два года допустим в Академию в городе Астане эти два года вошли в ваш трудовой стаж говоря о наших девушках то мы должны и тоже объяснять что у нас сегодня есть преимущество у вас то что вы можете уйти в директорный отпуск допустим на три года да сегодня для наших девушек созданы более такие лояльные условия для работы допустим это ограничение направления в командировку ограничения привлечения в нерабочее время то есть эти требования мы сегодня соблюдаем поэтому тоже сегодня много это делать поэтому уважаемые друзья мы рады видеть каждого из вас в нашем департаменте мы рады видеть каждого из вас в стенах госаппарата но для этого вы должны сами определиться что вы хотите и где вы хотите работать а там мы вам подскажем сориентируем но если надо где-то и поможем поэтому только вперед и пожалуйста я готов ответить на ваши вопросы технической специальностью на какую группу вы какая специальность машиностроение машиностроение к сожалению у нас в госорганах нет такого управления которые связаны именно с машиностроением но есть ряд категорий которые имеют смежные профессии допустим управление вторых дорог отдел ЖКХ и так далее то есть вы в эти сферы можете пойти либо инспекция транспортного контроля а чтобы мне пойти на них мне нужно открыть магистратуру нет я еще раз объясняю что для занятий новостей вам необходимо получить диплом паралитетестирование и участвовать в конкурсе магистратура тоже будет ваше второе желание по специальности математики вы можете допустим работать на уровне районного акимата сельского акимата там мы не ставим требования именно по специальности написать такое высшее образование это может быть условно и география и история математика ну и конечно вы можете работать с теми образования это однообразование города однообразование района а в основном районе образования Биотехнология у нас относится к специальностям естественной науки С этой специальностями вы можете работать, предположим, в управлении сельского хозяйства, в управлении пятинарии, инспекции сельского хозяйства Управлении совершенно верно, не портальник экологии А филологи? Филологи, но это то же самое, что связано с образованием педагогическим, как я говорю, отдел образования, акимат в районе, акимат в области То есть, ребята, чтобы вы не пытали, когда вы читаете, предположим, название госоргана, допустим, управление земельных отношений Понятно, что математик здесь работать не может, потому что земельные отношения, это не математика, это естественная наука То есть, в каждом объявлении будет написано вакансия, дорс и в скобках образования Условно, педагогическое, высшее, либо педагогическое, именно филология, либо математика, либо биотехнология и тому подобное Но, если у вас возникают сложности, вы можете к нам подойти, и мы каждому, допустим, учетом вашей специальности, можем дать даже перечень госоргам, куда вы можете поступать Пожалуйста, Владимир Извините, а работая в госслужбе, можно ли заниматься или открывать индивидуальные предприятия? Нет, есть ограничения, ребята Если вы работаете в госслужащем, вы не можете заниматься другой деятельностью, оплачиваемой, кроме научной, творческой и преподавательской Если у вас на момент поступления было какое-то ТО, либо ИП, вы должны после того, как поступить, вы должны его передать в доверительное управление Или писать на супругу Пожалуйста, Владимир, еще раз А срок обучения? Срок обучения в академии 2 года А за 8 лет? За 8 лет Вот вы много плюсов сказали, давайте про минусы тоже поговорим Вот, я каждый день прохожу мимо областной прокуратуры, вот нашей, в центре сети И у нас вроде бы 8-часовой рабочий день, но там свет горит до 9-10 часов вечера Хорошо, ребята, вопрос очень легко железный, потому что вопрос очень актуальный Ну, потому что, действительно, есть новой кодекс, да, есть, в конце концов, наше великое состояние В самом сетях был, да, попозже понимали Конечно, есть требования к роду дисциплины, да, есть расставика больше времени Но возникают порой, да, в районе ситуации Допустим, ну, я беру, да, по департаменту Пришло к нам обращение к гражданам, да И вот они требуют, да, вот граждане требуют, чтобы мы разобрались именно вот сейчас, сегодня, завтра То есть, соответственно, мы должны к своей работе, допустим, как-то убрать, да, а заняться именно этим обращением И, конечно, возникает необходимость, нужно задержаться Но я могу сказать, ребята, одно, что сегодня департамент Все-таки мы департамент государственной службы Сегодня мы сами мониторим трудовые коллективы на наличии вот таких вот фактов И если мы выявляем, что какой-то курс орган засиживается, да, мы выясняем причины почему А я вам скажу, почему причины, уважаемые друзья Но, опять же, вот из вашего опыта, все вы разные, да Кто-то трудоголик, да, кто-то, может быть, не очень Кто-то оперативен, кто-то креативен и так далее Но руководительных органов, когда поставят какое-то поручение Как вы думаете, кому они исполняют эти поручения? Тем лицам, да, которые более, да, быстрее, шустрее, либо оперативнее его исполят И получается, что кто-то остается задерживаться, а кто-то уходит И сегодня мы как раз работаем над тем, чтобы вот эта оценка, она была именно в отношении каждого Чтобы не было никаких перекосов, предположим, один человек себя закомнировал, как постоянно смотрит, да, как та работа вошадка Вот у него и работает до ночи А кто-то, допустим, уходит в 6 часов Сегодня же даже об этом говорит благо государства Заходишь в кабинет, находятся 5-6 человек, двое работают, трое играются Почему будет так? Сам благо государства об этом говорит, он сам эти факты это знают И сегодня мы над этим работаем, чтобы такого не было Но опять же, здесь и аплодиция каждого из вас гражданская То есть, если вы видите, что вы работаете Кто-то, допустим, не работает и уходит вовремя Будет же об этом говорить Пока мы об этом будем молчать и где-то условно все это обсуждать Где-то в курилке, да, там, за чашкой чая, это все останется Но надо об этом заявлять То есть, мы сегодня видим, когда молодые ребята, как раз эти студенты вузов Имея, может быть, какой-то максимализм, да Сегодня ломают стереотипы госуправления Сегодня ломают стереотипы между взаимоотношениями, между руководством и подчиненными И сегодня руководители таких молодых ребят боятся Но, я считаю, это нормальное явление Должны быть те люди, которые должны начать какое-то изменение, новеллы, да Может быть, структуру таких старых отношений, таких категоральных отношений Поэтому сегодня это тоже работает А что в пройти молодежную практику, можно это осознать? Нет, в чем плюс, ребята, молодежной практики В том, что вы только приходите к центру занятости и сноситесь на учет Никаких документов по тестированию мы не проходим Только заявление купить диплом Она оплачивает? Она оплачивает А сколько времени? Размер Шесть месяцев? Шесть месяцев, где-то порядка 50 тысяч Порядка 55 тысяч Бравильно, бравильно Бравильно? Бравильно, бравильно Бравильно, бравильно Нет, сейчас поднимаем Я вот скажу, ребята, вот эта практика молодежная Она в чем хороша? В том, что вы, придя к какой-то углу с органом на практику молодежную Вы уже себя показали Да, допустим, все равно как-то сомнения Да, стереотипы, допустим, о вас О вашем отношении, о вашей дисциплине, о вашем образовании И, конечно, когда вы уже участвуете в конкурсе в этом госоргане Конечно, помещение дается именно вам Поэтому вы тоже должны использовать институт молодежи практики Вот вы сказали, что проходят конкурсы на постепление в госорганстве Мне кажется, это идет в определенное какое-то время или весь год? Госорган объявляет конкурс при наличии вакантов должности Может быть так, что, предположим, на этой неделе нет вакансий, да? Ну, допустим, есть констабильность А на следующей неделе во многих госорганах вакансий То есть какой-то кратности сроков нет При наличии вакантов должности Просто, получается, мы подаем заявку, и потом нам смотрят, и не как Нет, вы сначала проходите тестирование Получается эффект Потом вы мониторите сайт нашего агентства На наличии объявлений Можно? Есть, да, вот, ребята? Раз Ребята, еще раз Более предметно Первая процедура Тестирование Покажите сертификат Морал Вот, получаете вот такой сертификат Перечень законов И внизу Тест пройдет Вот ваша задача Он действует в течение года Второй сертификат Это на наличии компетенций Есть компетенции Инициативность Коммуникативность Аналитичность Организованность Этичность И так далее Ну, для вас Перестепенное изучение Имеет тест На знание законодательства Сферы государственной службы Как мы говорили Про сертификат Теперь можно опять Слайд для тестирования И так далее Красный слайд После того, как вы решили тестирование Вы проводите анализ объявлений Аморал Сайты для объявлений Вот сайт агентства Ребята Казмет Гов.кз Выбирайте Выбирайте вакансии Оригинальный уровень Это мы говорим Областя Район Выбирайте Допустим Акмолинскую область И вот здесь пошли Объявления Допустим Государственное учреждение Аппарат Акима Такого-то района Объявляет Конкурс на занятие Ваканта должности Дальше Управление госдокодов Города Кокштау Объявляет Найдет на конкурс на вакансии То есть Каждый файл Это текст объявления Сам Город само объявление Нарал Текст Тогда вот По коему требованию Дальше Когда выйдет объявление Ребята Допустим Главный специалист Отдела кадровой работы Это категория Аппарат Акима Правый столбик Требования Образование Высшее Видите Дальше Социальные науки Экономика ГМУ Финансы Право Образование И так далее То есть Исходя из вашего диплома Вы выбираете Категории Которые сегодня Ваканта И Обращаю внимание На последний раздел Функциональные обязанности Здесь Говорится О тех Функциональных обязанностях Которые относятся К этой должности То есть Это говорится О вашей будущей работе Дальше Дальше Ну вот Ребята Что касается Объявлений И где вы смотрите Пожалуйста Еще вопросы Ребята Пожалуйста Срок 10 сертификата Один Год Пока осталось Не могу сейчас Сдать Да Вы просто Даже можете Сейчас Сдать Условно Не знали Допустим Может через месяц Если вы Не набрали По-моему Отличения Можно Сдать Сертификат Вы Проходите Через месяц Через месяц Через месяц Сертификат Сдается Бесплатно Какой-либо Оплаты Взносов Ребята Еще раз покажу Тест на знание Госязыка Он также Не является Определяющим Этический кодекс Отдельно Конституция Президент Он в госслужбе Профессия коррупции Адам процедур Порядок Скорее обращения Граждан Госслужб Госслужб И место самоправления Сразу скажу Ребята Чтобы вы выбирали Вторую и третью программу У нас Сегодня Есть Три программы Но вы понимаете Что сфера госслужбы Она дифференцирована Есть в госслужбе По категориям Допустим Руководителей Как мы говорим Высшего ранга Ниже и ниже С теми того Что вы студенты Вузов Имеете только Высшее образование Вы проходите Тестирование По второй Либо третьей программе Они Как бы Облегченные По первой программе Там пишет закон Немножко другой Он больше И про углачение Выше Поэтому ребята Для себя Еще раз Учтите Что вы проходите Тестирование По второй Либо третьей программе Пожалуйста Еще вопросы Касательно Молодежной практики Если не ошибаюсь Требование Такое Что У претендентов Должны Отступить Пенсионные Обчисления Да То есть После Получения Диплома Вы Не должны Где-то Работать Ну Ребята Ваш случай Допустим Если вы понимаете Что у вас Не получаясь Предустроиться Вы же понимаете Это не в день Диплома Она будет чуть раньше Получили диплом Идите сразу Сотражаются И снова Что вас там Оформили До этого До этого До конечной Диплома Обученного Образования Пожалуйста Презвращение Молодежная практика Отдается для того Что наш Молодой человек Чтобы за это время Найти работу За 6 месяцев С другой стороны Это Как и финансовая поддержка Да 5-5 тысяч То есть На это время Конечно Вы можете Определиться Правильно И сдать Там На работу Строить И так Испех Испех Соту убираем Испех Необязательно Необязательно Вот ребята Я вам скажу Скажу вам одно Те ребята Которые Прошли Молодежную практику 90% Они все Затем Постепили На госсужбу Процентов 60 Они поступили На госсужбу Именно в том Госоргане Где они Проходили Молодежную практику Сегодня у вас Будет учебная практика Или Кодипломная Есть такую Два месяца Для себя Вы определились Где вы будете На практике Кто выбрал Сферу Госслужбы Госорганов Я Юристы Как полагается Поэтому Пожалуйста Ребята Даже на практике Кодиплом Вы можете Сферить Передавать Пожалуйста Можно А вот Например У нас В доме Необходимо Работать Три года Системь образования Если Поступаешь На госслужбу Это Висит Или нет Вот Вопрос На Возвращение Вы По Какой Программе Обучались Обычно Специально Нет А почему У них Именно Стоит Три года Отработка Это Такой Уважаемые Восстники Касательно Отработки Те студенты Которые Обучаются По Государственному Образовательному Гранту Они обязаны Отрабатывать Данный Заказ Те студенты Которые Обучаются По Госзаказу Сельской Квоты Должны Отрабатывать На В Сельской Местности Это Общие Требования Когда Вы поступали В университет Вы заключали Договор Эти вещи Были Там Прописаны Сельская Квота Это Потребность Кадров На Селе Поэтому Они Обязаны Отработать На Селе Какой Социальный Пакет Социальный Пакет Предусматривает Это Подъемные Значит Предоставляют Жилье Предоставляют Льготное Кредитование На Приобретение Жилья В районе Соответственно Как бы Это Достаточно Хороший Соц. Пакет Чтобы Продолжить Работать Заработная Плата Гораздо Выше Чем В городе Сельская Доплата Идет Всем Миром Вооружем Чего Нет Ребята Можем Пойдем Немножко Эронизировано Но В самом деле Отвечайте И Воприте Ваши Социальный Пакет Допустим Программа Закон Село Он Очень Помогает Допустим Сегодня Для Послушек Этого Нет И Мы Не Довольны Почему Допустим Если Студент Плуза Поехал Работать Советский Акимат Ему Нет Подъемных А Пошел Студент Поза Работ В школу И Мы Подъемные Сегодня Мы Говорим Над тем Чтобы И Студентам Которые Пошли Работ В село Им На сферу Укол Чтобы Для них Тоже Были Такие Условия Социальные Какие Подъемные Так И Примитивное Жилье Это Все Ребята Дерется Для Вас Вы Вашим Университетам Много Обучаются Например Студентов Южных Евгений Я И Не С Е Да Просто Е Я На С К С Главдинского Обус И Не Попарали С Это Это Вашим Участник Заканчивается Я Знаю Что Сейчас В Программа Дефицитные Регионы Северного Казахстана Из Южных Регионов Да Вот С Ессеринь Специалистам Нашим Упускам С Южных Регионов Какие Льготы Или Они На что Могут Орщить Нет Каких Льгот Массажа Скоро Нет Потому Что Если Они Захотят Расскаться Здесь С Нашим Северным Южным Еще Работаешь Каких Льгот У нас Нет В 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 Приседить Отморьского Региона Пускай Приседить Южного Региона Условия Для себя Гнадо То есть У каждого Есть право Поступления Но я Еще раз Скажу Ребята Не надо Бояться Каждый Свой Рупытер Госорган Будущий Допустим Районного А востоков Он Заинтересован В том Чтобы Обновлять Кадровый Состав Госоргана То есть Это Глядя То что Делается Большой акцент Именно Прием Молодых Ребят Почему Сегодня Реализуется Очень много Таких Проектов Как мы Говорим Таких Проектов Как Условно Госуслуки Работа В Амфационной Системе И Конечно Молодым Ребятам Проще В этом Ориентироваться Сегодня Мы Говорим О переходе На Латиницу Поверьте Вы В более Выгрышной Ситуации Нежели Мы Те Госуслуки Которые Проработали Ко Божьем От 15 И Обучаем Вы Более Изменчивы К тем Вызовам Которые Сегодня Есть Более Мобильные То есть У вас Ребята Больше Преимущества Элементарно Если Вы прекрасно Работаете Допустим На компьютерах Можете Стать Программы Можете Какие-то Анаптические Данные Брал Программы То Вам Цены Не будет Поэтому У вас Гораздо Больше Преимущества Чем У тех Коллег Которые Сегодня Работаются Потому Что Новые Требования Они Сегодня Созданы Именно Для вас Для Вашего Развития Может быть Творческого Может быть Креативного Но Именно Подход На уровне Молодежи Вот Филолог Зал На вопрос Да Филолог Нет Филфак На Словище Нет Филолог Зал Вопрос Куда Можно Устроиться Говорят Да Вот Потом Когда У нас Закончил Заренного Силфака Вы Словище Юра Как Ее фамилия Активиста Басами Абердиенко Абердиенко Да Вот Абердиенко Да Юра Сладар Района Простой Парень Прошел Собеседование Вот Тест Издал Сейчас Работает Комментатором Виктором На областном Телевидении Пожалуйста 120 тысяч Оклад Большая Карьера Знает Англий Сейчас Сильно Изучает Казанский Язык Ему Тины Не будет Правильно Пожалуйста Так что Это И так далее То есть Простой Здесь Получено Совершенно верно Вот ребята Это простой пример Так как это Пример Я вам говорю Юра Знаете Не всегда Диплом Да Специалисты Выделяют Ваше будущее Вот Пример Хорошего Поделения Я допустим Прекрасно Знаю В какой-то Обосновной Телевидении Господин Датанов Несмотря на то Что он Старше Меня Но Креатив У него Зашкаливает Ребята Допустим Он За это Время Подобрал Десять Молодых Упускников Музова Как Упускник Которые Сегодня Креативят Телевидение Которые Сегодня Работают Над Полученным Имиджем Орегионального Телевидения Привлекают Допустим Новых Ребят Поэтому Вы Сами Для себя Заявляете Вы Должны Конкурентоспособными А Ваша Конкуренция Идет От Вашей Качественной От Вашей Качественной Персональности И Если Вы себя Хорошо Презентуете Поверьте Вам Цены Не будет А В дальнейшем Вы Допустим Пример Сейчас Допустим Почему Об этом Умалчивается Скромнее Чем Но Один Из Выпусков Кокштабского Госуниверситета 2003 Года Сегодня Работает Вице Министерского Хозяйства Курман Пустим Жумаркович Молодой Человек Который Закончил Вуз С отличием По специальности Экономика Сферы АПК Затем Поступил В В этом же году На госслужбу В областную Инспекцию Минсельхоза На должность Специалиста Проработал Год Специалистом Затем Год Главным Специалистом Потом Руководителем Отдела Проработал На одном месте 6 лет Когда Была возможность Карьерного роста Он приехал В министерство Подал документы На конкурс И После Сообеседования Ему Предложили Долгность Ребята Гораздо Выше Чем На Кто Он Презендовал У него Родители Мама Учительница Папа Бедрач Живут в селе Затем Перешел В министерство На уровень Начальника управления Директор департамента Представлен комитета Сегодня он работает Вице-министром Один из самых Молодых Вице-министр Республики Угусник Ваше Узо Аграрник Пожалуйста Тебя Беков Муран Боритович При кого Забота в экономику Поэтому Ребята Таких примеров Очень много Допустим Ваш выпускник Уза Эктор Президент Куам Это тоже Ваш выпускник Поэтому Ребята То что Мы имеем Может быть Статус Региональный Мы не в столице Допустим Мы не в Карабанге Не в Алмате Это Поверьте Не самое главное Все зависит от вас Тем более Курсаловский университет Давние традиции Это давний Поставщик Молодых Казах Сферы госабарата И поверьте Во многих позициях Вы выиграете Неженчастный Вузы Но вы Должны себя Проявить Вы Должны себя Презентовать И я уже Сделал Ацент На чем Это Креатив Это знание Родного языка Знание Английского языка И желание И поверьте У вас все получится Мы специально Возбрали вас Именно сегодня Потому что Мы Допустим Во втором поводе Это будет сложно Вы все будете В поисках В защите Поэтому Сегодня Определитесь И сегодня Каждый Уже Какой-то мысль О том Где он хочет Работать Куда он хочет Поступить Поверьте Ребята Время Очень скоротечное За 5-8 лет Можно взять Карьеру Начиная От кристаллиста Заканчивая В этом Гусульном Но это зависит От вашей Кази Вот за этот Детний период Например Наши юристы Выпускники Специально Юридические Я знаю 12 человек Прошли Юридические Органы Управление Юстиции Пожалуйста Юристы Помните У нас Селевая встреча Была С управлением Юстиции Вот пожалуйста Вот они После этого Закаре Тоже прошли Тестировали И Сейчас Может быть И больше Там Я знаю Что-то Выправление Юстиции Так Еще Какие вопросы Есть А вот Далеко Забегать Не будем Вот Саят Наш Саят Зам Амбликана Агроэкономического Зам Директора Агроэкономического Наш выпускник Два года Только Два года Назад Он был Нашим Выпускником Да Там Пол Учебы У него Прошел Германию Какие Проекты Только Он не выиграл Поступил Магистратуру Магистратуру Закончил Сейчас У нас Преподаватель На карте Избрали Замбликана Пожалуйста Примет Ясэ Хач Ищет Правда Германия Вот Пожалуйста Англичане Молчим Европейцы Погранники Вопрос Не задают Если Это Символ В этом Да Ребята Еще раз повторюсь Если Есть желание Вы можете Создать Списки Потенциальных Кандидатов На Ушу Уже Сегодня Через Старосту Через Куратор Нам Передать И После Получения Диплома Мы с вами Можем Разговаривать Допустим Говорить Именно В этом Ушебене Есть Вакансия Именно В этом Ушебене Конкурс И так Дальше Если Вы Нам Структура Более Специальности Ваш Настроение Педагогическое Экономико Можем Будущим Конкретное Ориентирование Там Где есть Вакансия Где есть Конкурс И Это Вам Проще Вакансия Вакансия Самое Главное Ребята Вы должны Вместе Понять Что Все Зависит От Вас Времена Когда Мы надеемся На Вашу Какую Времена Прошли Надеемся На Ваши Знания Мобильность Криотина Зависит Понятно Все Да Центр Если По ретону Нашей беседы Кто-то Хотя Человек 5-7 Заинтересуется Восслужбе Я думаю Что Мы Все Достиг Правильно Ну Таких Будет Конечно Больше Просто Они Наверное Думают Пока Ну Конечно Сейчас Родители Помогают Да Еще Диплома Далеко Там 7-8 Месяц Еще Думают Наверное И так Но Когда Уже Диплома Когда Ставят Вопрос О том Куда Пойти Как Устроиться Тогда Тогда Это Проблема Возникнет Поэтому Я думаю Что С этого Момента С этих Дней Надо Начинать Правильно Тесто Сдавать Вы же Ничего И теряете Правильно Не сдал Через День Опять Сдать Сдал Сидим Как Действовать На целый Год Пожалуйста Ты можешь Идти Давай Миндуша Сдать Что А Голя Наташа Какие Вопросы Страшивают Дома Сидят Ребята Все Поняли Вопросы А вот Метод Мотор Как Полицию Проходишь Нет Там Проще Главное Формула На 845 Проходите В поликлинике Окулист Бактолог Психиатр Три врача Да Три врача Внимание Вот Еще Ребята Скажи По поводу Сразу Хочу Развить Сомнение Как Сказал По поводу Телефонного Права Понятие Как Арашки И тому подобное Вот Сегодня Мы с вами С таким Явлением Когда Молодой человек Идет в госорган И за ним Ходотайствует Наоборот Этим самым Он Настраивает Под себя Отношение Корректива Сегодня Руководит В госорганах Если Кто-то Перед ними Ходотайствует Вот Сейчас Человек В комплексе Посмотрите Пожалуйста Примите на работу Наоборот Пытается Его завалить Наоборот Пытается Его отсеять Потому что Каждый Сегодня Руководит В госорганах Заинтересован Чтобы Работали Люди И приходили Люди Которые Что-то Понимают Что-то Знают Что-то Сделать А они По звонку Не по телефону Празу Потому что Понимаете Условно Ребята Вот Взял Человека Как мы говорим По звонку Ну какая Мне от него польза Он знает Психологически Что его взяли Не потому что Он выпускник вуза А потому что За него Кто-то попросил И никакого Эффекта От него Пользы Не будет Потому что Он уже Изначально Настроен на то Что Приходить Девять Уходить в шесть За него Еще позвонят Если он окосячит Словно говоря Кто-то позвонит Харатайский И каждый Здравоучший Выководитель Он никогда Не будет Внесен Как он Специалист Потому что Сегодня Каждый Был случай У нас Стоит золото Каждый Был случай Сегодня Это штучный товар И каждого Был случай Был случай А баланс Каждый Развлекает Мы его Отсеяем Вот тоже Ваш выпускник Наша коллега Евгения Гунемирова Будет в управлении Прохождением Музовы Она так Стоит Закончила Вуз И сегодня Успешно Работает В перворусстве В перворусстве В Американте Была По инициативе Нам В родных стенах Вузов Надо Поговорить С нашими выпускниками Надо Их привлечь Надо Им Представать Что это Все Возможно И все Реально Пожалуйста Вопрос Ребята Можно ли В прохождении Молодежной практики Можно Поговорить Учиться В Могисте Можно Очно Либо Заочно Я думаю Там Настоящие Подоговоренности Подоговоренности С тем же Учебных заведением С тем же Бусорганом Чтобы это Не влияло На Ваш Трудисциплину И на Ваш Рабочий Можно Вопрос А если Есть административные Правонарушения Влияет По поводу Ограничений Ребята Вот я Догнал сказать Тоже Очень Горос Вопрос Каких Ограничений По признаку Национальности Возраста Пола Не существует Главное 18-летний возраст Наличие образования Граждан Казахстана Если В отношении Вас Принято решение По признанию Действительно Вы Это право Теряете Судимость Также У вас Не должна Быть Кроме того Наличие штрафа Предположим За ады правонарушения Сегодня Также Не влияет Не влияет Раньше Было Уважаемые друзья Если Человек Совершенно Ады правонарушения Допустим Попался Принято Раньше Уважаемые Принято и небольшой террасы только 3 года ограничения наши студенты 4 года ни одного права нарушения не было по линии УВД это я ставлю статистику мелкие нарушения бывают, населяем, исключаем но по линии УВД никаких проблем нет правильно? все заказы послушают пожалуйста, еще раз вопрос борода, есть вопрос? нет? да, еще раз мальчик эсперт, ни одного вопроса от эсперта все в школу идут да, абсолютно? школа тоже, я думаю, хорошее место начало карьеры сегодня, я повторюсь, ребята многие как-то относятся с иронией к специальностям но есть яркие примеры, когда молодой человек поступил в школу проработал с геологом, математиком затем став дедом школы после этого пришел на атомную службу стал бы там для образования на какие-то районы и так далее то есть это все самое реальное даже не обязательно директором быть вот у нас в школе учитель казахского языка да, девушка молодая уже отработала какое-то время и сейчас я ким весела ну вот видите, да, что тоже вполне реально вот, ты сколько лет подрабатываешь, да? от ким весела сейчас ты же раз подрабатываешь, да? вот сколько лет? три года, по-моему, вот она уже поставила, берет в нее справку что разрешите мне работать и так далее я думаю, ребят, это тоже неправильно когда у вас есть дополнение на высшем образовании тем более государственного вуза и вы будете тратить свое будущее на работу услугам александрами, да? морщиками и тому подобное в конце концов у вас уже пускай амбиции в основном, кто на платные даже пускай это было платные вот мы учились на платные и поверьте здоровые амбиции они нам тоже нужны хотя вот для того, чтобы парад ваших родителей, которые ждут попаски эти итоги все-таки диплом это же не только труд ваш, да? это, во-первых, наверное переживание ваших родителей ну и, конечно, труд ваших винователей это совместно работает и итогом этой работы это является не только дипломы знания но и его устройства а сегодня это один из показателей эффективности университетов если студент вуза работы, трудоустроен это говорит об эффективности полученных знаний в этом вузе ну что ж, уважаемые ребята уважаемые наши будущие выпускники если вопросов не будет все координаты вы получили, да? памяти получили конечно, мы не требуем от вас сиюминутного решения я думаю, что вы посоветуетесь, подумаете с родителями посоветуетесь, правильно? со старшими все равно пока время есть но в любом случае, я думаю, что вы соответствующие выводы сделаете в любом случае это для вас очень выгодно полезно в расширении от имени вашего нашего коллектива от имени наших студентов вы есть большую благодарность вот, Сергей Маратович за хорошую беседу за консультацию, информацию и пожелать нашим выпускникам что трудоустройство, да? хорошего, хорошей карьеры, да, наверное, да? получить диплом условно на работу, да? и порадовать нам не только родителей но и родной босс и киевы за руку и киевы за руку, да? и киевы за руку, да? и киевы за руку и киевы за руку